Чрезвычайно и полномочный посол, заместитель министра иностранных дел Украины 2004-2005 годов, посол Украины в Соединенных Штатах Америки 2006-2010 годов, посол Украины во Франции с 2014 по 2020. Олег Шамшур, Олег Владиславович, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Как вы считаете, можно ли так смело и несколько амбициозно утверждать, что в 2022 году украинская дипломатия утвердила наше государство как один из ключевых субъектов международной политики? Да, очевидно можно сказать, что в 2022 году завершился процесс, который, я считаю, начался в 2013-2014 годах, года, когда Украина вышла на овоцену мировой политики. С чем я не согласен, это с тем, что это считать достижением украинской дипломатии. Это исключительно достижение украинского народа, его феноменальной храбрости, стойкости, сплоченности и украинских вооруженных сил. То есть дипломатия может быть катализатором, а движущей силой изменений может быть только народ. И в данном случае народ и его вооруженные силы. А как вы считаете, в целом украинская дипломатия в этом году, она сломала хребет вот той вот дипломатии, нерешительной, возможно, дипломатии до военного времени? Давайте ее назовем так. Это сильное выражение. Я как раз, может быть, принадлежу больше к довоенной дипломатии в силу, скажем, своего возраста и опыта. Как раз то, что украинская дипломатия смогла сделать, она сделала именно благодаря тому, что украинская дипломатия была достаточно более или менее в отдельные периоды больной, в отдельные периоды менее эффективной на протяжении всего независимого существования Украины. Сейчас чрезвычайные обстоятельства, трагические обстоятельства, вымогают и требуют чрезвычайных действий, значительно более эффективных, иногда более неожиданных, но они были бы невозможны, если бы они, эти действия, не опирались на то, что было создано украинской дипломатией с 91-го года. Что является главным свидетельством того, что Украина имеет сейчас влияние, значительное влияние на мировой арене? Какие основные показатели этого вы можете назвать? Об этом сказал президент. Мне кажется, что главное это то, что сейчас всем понятно, что вопросы безопасности, стабильности не могут решаться без Украины в Европе однозначно и, я считаю, во всем мире. Очень важно, что именно Украина показала, как надо бороться за свободу, независимость, но и за ценности, за демократию. И в этом плане она действительно в значительной степени пробудила Запад, пробудила демократический мир. Показала еще один раз, что за демократию надо бороться буквально каждый день. И мне кажется, именно то, что Украина стала носителем демократических ценностей, и что украинский народ показал, что он готов умирать, к сожалению, за эти ценности, как раз и свидетельствует о том, что Украина сейчас является одним из ключевых действующих лиц в мировой политике. А вот если говорить про, опять же, политическую арену и дипломатическую арену, в этом году мы стали, весь мир стал свидетелем того, как работает мягкая сила. Я про Елену Зеленскую, которая выступала с требованием, с просьбой, точнее, не с требованием, а с просьбой предоставить Украине тяжелое вооружение. Таких случаев ранее не было. Вы как данный сигнал оцениваете? Ну, я, насколько я, опять-таки, из своего опыта помню, были первые жены президента, которые проводили активную деятельность, и жена Ющенко, и жена Порошенко. Но вот в этих чрезвычайных обстоятельствах Елена Зеленская себя проявила достойно, очень активно. И как раз, ну, скажем, те условия, в которых находится Украина сейчас, они как раз потребовали новых, иногда неординарных действий. И их мы увидели со стороны и президента, и со стороны его жены. Проанализируйте, пожалуйста, вот за 2022 год, где, по вашему мнению, больше всего удалось достичь, благодаря дипломатическим усилиям, результатов, а где все-таки еще нужна работа? Вот из каких стран Европейского Союза? Как вам видится? Я думаю, что главное достижение, которое действительно украинская дипломатия может записать на свой счет, это создание, сплочение, удержание антипутинской коалиции. Тут мы были не одни. Решающую роль сыграли Соединенные Штаты. Но та роль, которую играла Украина, украинская дипломатия, была очень важной. Второй аспект, где наши дипломаты сработали очень хорошо, это информационный фронт, донесение правды о войне в Украине, о том, что находится на кону до наших партнеров, до граждан стран коллективного Запада. Тут, безусловно, большую роль сыграли украинские дипломаты. И то, что именно дипломаты обеспечили переговорный процесс, который привел к массовым поставкам вооружения, санкциям гуманитарной помощи в Украине. Если говорить о том, что надо сделать, я бы сказал скорее об этом, то как раз и в этих областях и лежат наши главные вызовы. Учитывая достаточно сложную зиму, у нас она трагичная, в Европе она и в мире достаточно сложная, сложная с экономической точки зрения, поэтому очень важно удержать и повысить даже эффективность деятельности антипутинской коалиции. Очень важно найти возможность говорить постоянно не только с официальными представителями, но и с обществами стран демократического мира. И на этом надо, я думаю, сосредоточить условия. То есть не думать, что это как-то будет приходить автоматически, а заниматься этим каждый день и заниматься дипломатически. Очень важно, чтобы как раз дипломатией занимались люди, которые имеют необходимые навыки и необходимое умение добиваться поставленных целей и эффективно работать в тех странах, где они находятся, где они осуществляют свою дипломатическую миссию. И, безусловно, очень важный вопрос – это санкции, потому что именно санкции, которые вводят против Российской Федерации, уменьшают ее шансы наращивать вооружение, изготавливать собственное вооружение для того, чтобы потом у Российской Федерации также было все меньше возможностей обстреливать мирные украинские города. Так вот, какое влияние все-таки украинская дипломатия конкретно оказала на силу санкции против Российской Федерации? Как мы уже видим, вопрос и процесс принятия сильных, жестких, адских, как у нас, и не только у нас говорят санкций, он достаточно сложный, непростой. И роль дипломатии, роль Украины в целом в этом процессе достаточно важна, хотя решение принимается, как мы видим, под влиянием целого ряда факторов. Я думаю, что наша роль заключалась в том, чтобы показать, насколько важны эти санкции, давать какие-то предложения. работала, как известно, соответствующая международная группа идеи для Соединенных Штатов, для стран ЕС, для других стран, которые, безусловно, рассматривались и играли свою положительную роль. И это как раз процесс, который должен происходить постоянно. И многое зависит от наших дипломатов, как в ключевых странах, ну, скажем, и в Брюсселе, в Европейском Союзе, но также и зависит от дипломатов, которые работают во всех странах антипутинской коалиции. То есть это достаточно сложный вопрос, но я думаю, что мы можем до этого момента быть более или менее удовлетворены результатами. В плавном переходе к теме НАТО и как дипломатия помогает также к вступлению Украины в НАТО, вот есть месседж от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он сказал, что преодолев российскую агрессию, Украина станет участником Альянса уже на других условиях, чем в период с 2008, между 2008 и 2022 годами. Он также сказал, что Украина уже крепкая военная помощь, которая фундаментально меняет военный баланс в регионе и выступает донором безопасности для НАТО. Я напомню, что 30 сентября нынешнего года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический Альянс. В октябре ее официально получил генсек НАТО Йенс Толтенбек. Он отметил, что у Украины уже есть поддержка по меньшей мере 9 стран-членов НАТО. И тут также вопрос касательно дипломатических усилий на фоне маршрута Украины в НАТО. Вот продвинулась ли Украина в направлении НАТО как раз за вот это военное время и как раз за счет дипломатических усилий? И, возможно, что нужно еще, по вашему мнению? Действительно, за этот год произошел качественный скачок, качественные изменения в наших отношениях с НАТО и в отношении НАТО к нам. Украина показала, что она не только может, но и готова, и защищает себя, что она мощная в военном отношении держава. Это очень важно. И, как я уже говорил, теперь всем понятно, что говорить о безопасности, стабильности в Европе, в трансзалатическом пространстве без Украины невозможно. И я и раньше говорил, что совершенно очевидно, что Украина, вступив в НАТО, будет одним из наиболее влиятельных членов, то есть тем членом НАТО, который действительно может укрепить силу НАТО, укрепить безопасность. Вступление Украины в НАТО достаточно сложный процесс. К сожалению, и тут задействована политика. Но я думаю, что как раз то, что происходит на полях битвы Украины, наш самый лучший аргумент для того, чтобы этот процесс начать и этот процесс ускорить. И, честно говоря, аргументов против вступления в Украину, ну, видимо, их можно выдумать, но серьезных, по сути, аргументов я не вижу. 8 февраля, я также напомню, 2022 года президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Магаль и спикер Руслан Стефанчук подписали заявку на членство Украины в Европейском Союзе. И процесс вступления запустился уже в марте. В мае правительство Украины даже начало коммуникационную кампанию. И 23 июля Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Ну, это поистине такие исторические шаги и историческое продвижение. А как вы прогнозируете, возможно, успехи в дальнейшем? Возможно, что принесет нам 2023 год в этом вопросе? Я уверен, что очень важно, чтобы наше продвижение в Евросоюз, оно не ограничилось этим, скажем так, приятным, но в принципе символическим решением о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. А для того, чтобы... Я хотелось бы увидеть то, как Украина реально продвигается на пути вступления в Евросоюз. И я думаю, что в наших интересах для того, и в интересах Евросоюза, чтобы были соблюдены и выполнены те условия, о которых говорил Евросоюз, и чтобы были открыты соответствующие разделы переговоров с Евросоюзом, которые должна пройти, будь любая страна-кандидат в члены Евросоюза. Естественно, ситуация усложняется тем, что Украина находится в состоянии войны, но мне кажется, что это не должно быть препятствием и для нас, и для Евросоюза. Продвижение Украины к членству должно начаться, но в то же время мы должны четко понимать, что, несмотря на войну, наши партнеры, и мы сами в этом заинтересованы, в том, чтобы в стране происходили реальные изменения, и чтобы из войны Украина вышла новым, более сильным, более демократичным, более эффективным государством. И вот как раз, я думаю, тут будет уместно, если мы вспомним с вами о 10 пунктах гарантии безопасности Владимира Зеленского. Как вы считаете, есть ли понимание, что мир принял эти пункты? Ну, в основном, конечно, понял и принял, потому что, ну, действительно, мне кажется, Украина, как никакая другая страна, сегодня чувствует и понимает, какими должны быть эти пункты и условия. Ну, очевидно, мы все-таки необходимо уточнить, мы говорим о тех 10 пунктах, которые президент Украины первый раз озвучил в своем выступлении на заседании 20-ки, или, хотелось бы сказать, не 20-ки, а Г-19, то есть без России. Но так или иначе, речь идет, видимо, о том, что было озвучено тогда. Если посмотреть на те заявления, которые сделали страны Большой Семерки, то, что прозвучало на встрече Зеленского и Байдена, можно говорить о поддержке, я даже посмотрел, поддержке плана мира президента Украины. Если посмотреть на заявление Блинкина после встречи в Вашингтоне, его разговор с членами Большой Семерки, то он охарактеризовал, скажем, состояние рассмотрения этого плана, как хорошее начало, которое дает возможность объединиться вокруг него. То есть из этого я делаю вывод, что идеи, которые содержатся в мирном плане президента Зеленского, воспринимаются, они восприняты. Но если говорить о конкретизации, каких-то конкретных шагах, переговорах, имплементации, то мы все еще находимся в начале пути, в начале наших переговоров с партнерами. Очень важно, чтобы были восприняты и четко соблюдались коренные принципы, которые заложены в план президента Зеленского. Это никаких компромиссов по территориальным вопросам, по вопросам территориальной целостности Украины и восстановлении территории в границах 91-го года. И коллективный Запад должен четко для себя это установить и определить границу поражения России и содержания победы Украины в этой войне, в которой мы не сомневаемся. Ну и как вы правильно сказали, что начало положено, я уверен, что это начало, это очень-очень крепкий фундамент для мощной дипломатической силы Украины, ну и, конечно же, всего цивилизованного мира. Олег Владиславович, вам огромное спасибо. То есть мы двигаемся в правильном управлении. Да, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню, Олег Шамшур, это чрезвычайный полномочный посол, заместитель министра иностранных дел Украины с 2004 по 2005 год, посол Украины в США с 2006 по 2010, посол Украины во Франции с 2014 по 2020 год, был на прямой связи с нашей студией.